Привет, друзья! Ну что ж, время восхищений на моём канале. Поговорим о отличном медицинаже, о легенде, о репликах и о всём прочем. Ну что ж, прошу любить и жаловать Леди Энн, друзья. Это Леди Энн у нас чёрная, это белая, это зубастая, это беззубая, это китаянка, это японка, но по сути, друзья, особой разницы нет, дырка у всех одинаковая. Ладно, друзья, это всё шутки. Давайте сразу пару слов о реплике. Реплику у меня в своё время подогнал один из моих друзей, как, собственно, и оригинал подогнал один из моих друзей, за что им большое человеческое спасибо. В общем-то, что хочу сказать по реплике. Есть всё-таки у реплик одно преимущество в том, что вы можете взять реплику, ознакомиться с эргономикой какой-то, с геометрией клинка, ну и, в общем-то, собственно, какие-то выводы сделать, стоит ли брать оригинал, друзья. В остальном, друзья, тут одни минусы, меня расстраивает то, что тут стоит значок спайдерка, тут стоит значок спайдерка. Вот если бы эта реплика была без всяких значков, маркировок, то, в принципе, нормально, а так она может вести кого-то в заблуждение. Ну и давайте не будем говорить о реплике, ну и, собственно говоря, поговорим, собственно говоря, поговорим мы о оригинале. Вот такая вот дура, замечательный нож, ношу, получаю искреннее удовольствие от его использования. Ну и о чём, собственно, речь-то мы сегодня поведём, друзья. Я получил ряд каких-то сообщений в личку о том, что есть ножи по мотивам, есть реплики, есть Ганза, Саксис, которые ставят все на свои ножи. Ну и, собственно говоря, люди, некоторые говорят, что чем-то они получше. Но, друзья, возможно, в плане практического применения какой-то разницы-то и нету, но в плане практического применения вот такой вот нож за 300 рублей вам у вас головой хватит, по большому счёту, друзья. А ощущение от использования оригинала, это совершенно другое, на ту и вот чувствуешь, что это оригинал, классный нож. По большому счёту, друзья, ну давайте вот так вот, с точки зрения практической какой-то, с точки зрения практической какой-то, этот нож в городе не имеет смысла. Как и любой другой нож, друзья, если бы мы с вами не были людьми увлечёнными, кто-то увлекается ножами чисто, кто-то EDC набором, кто-то выживальщик, кто-то ещё что-то, мы бы не носили нож, как и 99% населения городов ходят без ножа, и они отлично выживают. Те EDC задачи, которые мы придумываем каким-то своим складным, ну и даже не складным ножам, они зачастую надуманные, друзья, по большому счёту. Ну хорошо, если мы бы рассматривали какое-то практическое использование, то вот такого вот ножа в городе нам бы для всего хватило. Вскрыть упаковку, отрезать нитку. Друзья, если честно, я вот реально, я забыл уже в городе, когда мне приходилось с помощью ножа вскрывать какую-либо упаковку, либо срезать нитку. Ну не знаю, не торчат у меня нитки, друзья, ну как-то так вот. Особо такой проблемы, с проблемой я не сталкивался. Ну и в принципе дома всегда проще как-то привести свою одежду в порядок, в общем-то, насчёт упаковок тоже. Ну, в соображении практически таких вот, каких-то ножей в городе хватило бы, друзья, они мне нравятся, их ношу. Ну, всегда нож с дополнительным функционалом в принципе будет лучше, чем какой-то однопредметный, одноклинковый нож. Всегда, ребят, по большому счёту это всё будет удобнее. Вот такого вот клинка или даже вот такого вот клинка нам хватит с головой, друзья. Продукты в городе я тоже не вижу в этом смысла. На работе, в месте приёма пищи всегда есть какие-то кухонные ножи, ими гораздо проще и лучше пользоваться. А как-то, идя по улице, у меня не возникает необходимости резать хлеб, колбасу и прочее. Проще бутер какой-нибудь купить себе, покушать. То есть, друзья, с точки зрения обычного человека, нож нам не нужен. С какой-то практической точки зрения, нам бы вот каких-то таких ножей хватило. Для чего мы тогда носим вот такие ножи? Друзья, это чистой воды ради удовольствия, ради кайфа. Нож в кармане всегда горит душу. Но, друзья, но, как какая-то реплика, нож, изготовленный по мотивам, как он вообще может гореть душу, друзья? Я вот этого не понимаю, я не испытываю удовольствия от того, что у меня какой-то ганза на кармане висела. Да, я начинал свой путь, у меня было 7 ножей ганза, и, в общем-то, вот у меня остался один и то. Подарить его не подаешь, продать его не продашь. Этот нож я как бы выиграл. Мы, в принципе, видели обзор на моём канале. В общем-то, не получаешь удовольствия. Так или иначе, оригинал, он всегда лучше реплики, только потому, что он оригинал. Вот этот вот нож тут, 27 лет истории, его создатель, дизайнер, выложил в него душу, всё вот это придумал. Мы знаем, инновационные решения, какие-то клипсы, ещё что-то. Всё это вот спайдерка, вот он придумал, разработал этот дизайн, он старался, он трудился, он душу вложил. И как, друзья, какая-то реплика этого ножа, которая, как говорится, где-то слышал я, «Спи, жена, всё, спи, жена, всё, спи, жена». Какой-то китаец, он взял, перерисовал формы, поставил аксис-лок какой-то, либо даже вот он точно такой же нож создал, не потрудился. Как-то что-то включить свои мозги, создать свой уникальный дизайн. Как вообще что-то такое, типа Ганза, либо каких-то реплик ножей по мотивам может вообще греть душу, друзья? Как от этого можно получать вообще какое-то удовольствие? Я опять же вам сказал и ещё раз повторюсь, что нож в городе складной, большой, крупный, небольшой, по сути мы носим ради удовольствия, и практически с пользы какой-то нам бы вот таких вот хватило, либо вообще бы без ножа, а мы бы спокойно жили. Если по работе вам надо вскрывать какие-то коробки, резать упаковки, то вот ваш нож. Не надо говорить, что вот вы купили спайдерка, и вы им по работе, он вам нужен. По большому счёту. Ну, в общем-то, что я до спайдерка носил? Я вот носил контрпойнт около года, ну где-то менял его на что-то. Он мне по большому счёту ни разу не пригодился, ну где-то пригождался, но и в принципе без него я бы отлично справился. Не было такой критической ситуации. Что ещё? Вот этот вот нож, я сейчас с димой тоже в принципе носил его, ну и у меня так же не возникало какой-то необходимости в нём. Как нож для самообороны, друзья, я не знаю, если вы озадачились вопросом самообороны, ну вы прекрасно понимаете, что нож далеко не самый лучший выбор. В общем-то, так что не надо, я думаю, говорить о какой-то самообороне. Просто, ребят, вот эти вот ножи, вот этот вот мне чисто нравился, что вот он такой крепкий, надёжный, вы видели мои жёсткие тесты, я и кирпичи им колол, кому интересно, на канале найдите, посмотрите. И днищат бочки, и вот так вот кирпичом по обуху бил, им он не сложился. Вот просто вот мне нравился такой крепкий, вот удобный нож, складной поэтому иметь по себе. Это грело душу, это было классно. Вот этот вот нож тоже, ребят, узнаете где-то в компании, друзья, вот покажут. Ух ты, какой нож, какой большой, какой такой агрессивный. Ну чисто, друзья, это всё фановые моменты, это развлечение, это удовольствие, кайф. По большому счёту, друзья. Но как можно получать кайф от какой-то реплики, вот мне это непонятно. Хорошо, друзья, я сейчас прям подвижу вопрос такой. А у меня нету денег, мне не хватает денег на дорогие ножи. Хорошо, вы знаете, я думаю, процентов 80 моих зрителей, друзей, пользуются какими-то вот смартфонами, друзья. Вот этот вот смартфон, он 14 тысяч стоил, я его брал почти год назад, и он уже скоро развалится. Но не суть, друзья. Ну кто-то там, вот смартфоны чуть подешевле, 7-5 тысяч использует, кто-то и подороже, в общем-то. Ну то есть вам хватает денег, чтобы купить смартфон, в принципе, который стоит, ну нормально стоит. Ну он прослужит, ну год, два, три, ну максимум четыре. А вот нож какой-то, хороший, дорогой, качественный, настоящую вещь, которая прослужит вам всю жизнь, ребят. Ну по большому счёту, вот он всю жизнь прослужит, если его специально ломать не будете, будете как-то нормально его использовать, носить на кармане. А я вам скажу, что в городе мы 99% времени нож именно что носим на кармане. Ему ничего не будет, он прослужит вам всю жизнь, станет вашим надёжным другом, помощником, спутником. То есть, ребят, на какую-то вещь, ну которая как бы общепризнанная, люди ходят с такими телефонами, люди их покупают. У вас деньги найдутся, вот чтобы купить себе хороший нож, у вас денег нету. Ну как-то мне вот это странно такое, вот если вы действительно человек увлечённый, вам нравятся ножи, то я думаю, что для вас не проблема вот отдать 7, 10, там 12, 15 тысяч, возможно, за какой-то нож. Хорошо, друзья, бывают ситуации, когда денег нету. Ну возьмите вы какой-нибудь Antire Red 1, он стоит тысячи три, но это совсем недорого. Реплики его там стоят, ну полторы, там за тысячу, за две есть. Но они всегда хуже, друзья, потому что вот Antire Red 1, это нож, который вложил душу его создателю. Вот Рэндал придумал вот этот вот нож, разработал нож, стал одним из лучших, вот это его дизайн, понимаете. Вот что мне нравится, а не то, что там какой-то китаец бездарно его копировал. И никакого удовольствия от этих копий, в общем-то, и не получаешь. По сути, вот Antire Red 1 нож достаточно балансированный, неплохой, сталь нормальный, материалы нормальные, носить удобно, клинок полноразмерный, но тем не менее он является оригиналом. Хорошо, друзья, если у вас даже нет денег на Antire Red 1, то возьмите вы вот такой вот Эпинель, не белите вы какую-то реплику, нож по мотивам, возьмите лучший Эпинель, друзья. Настоящий французский нож, тоже больше ста лет истории, я не знаю точно сколько, но знаю, что история у него достаточно долгая, длинная, это оригинальный нож, друзья. Вот если бы у меня не было денег не то, что даже на Спайдерку, а даже на Antire Red 1, еще на какой-то, я бы вот взял Эпинель, друзья, и носил бы его с собой. Я знал бы, что вот у меня настоящий оригинальный нож, нож с историей, а не какая-то копия, какие-то спи-жена, спи-жены, спи-жены дизайны, короче. Хорошо, ну скажите, тут однорукости нету, замок, ну возьмите тогда Сентинель, друзья. Ну стоит он 1900-800, ну недорого он стоит, по сути. Ну это вот оригинальный, швейцарский нож, друзья, послушайте, как звучит швейцарский нож или китайский нож, друзья. Швейцарский нож совершенно звучит по-другому, гораздо больше гореть душу, гораздо приятнее, друзья, нож изготовленный в Швейцарии или нож изготовленный в Китае. Я скажу, что я не против ножей, которые изготовлены в Китае, я против сворованных дизайнов. Я против бездарно сворованных дизайнов. Люди некоторые, просто они, у них не хватает даже желания, силы включить фантазию и что-то придумать. Не то чтобы, просто вот они берут, создают реплику, либо Ганза берут вот нож, срисовывают формы, лепят свой бездарный акций, все, пользуйтесь. Вы представьте, вот это настолько наплевательское отношение к потребителю какому-то. Хорошо, еще один вопрос, есть у меня нож Ганза, мне он нравится, я его с удовольствием использую. Но, друзья, вот это вот все в городе, какие-то складные однопредметные ножи мы носим не из соображений практичности, а для души, друзья, для удовольствия. А вот этот вот нож чисто рабочий, мне его вот не жалко. Пришел в поход где-то куда-то на природу, на выезд на шашлыки положил, там друг взял, что-то им порубил, там замены возникли, да и хер с ним, друзья, по большому счету. Вот в чем, собственно, разница. В целом, я повторюсь, что вот он, неплохой нож. Но складник Ганза я не перевариваю. Я знаю, что вот тоже это какая-то реплика, какой-то нож по мотивам, но мне не суть, мне вот хотелось опробовать какой-то крепкий нож, посмотреть, насколько вообще такой нож мне нужен в походе где-то, еще что-то, насколько он практичный будет. И вот тут Ганза как раз, да, Ганза, в общем-то, пришелся в пору. По большому счету, что-то дороже в походе мне как бы и не нужно. Но, друзья, в городе я ношу нож для души, и мне просто, как сказал когда-то Бэт Вадим, западло совать на карман дешевку. В общем-то, об этом и речь, друзья. Не то, что даже дешевку. Эти ножи дешевые, по сути. Они стоят на уровне Ганза. Но они являются оригинальными, аутентичными, если хотите, модное слово, иностранное, как его любят сейчас на жеманы произносить, аутентичные, как это красиво звучит, они, наверное, думают. Но не суть, в общем-то. Вот о чем бы речь, друзья. Я всегда лучше возьму нож, пусть он будет недорогой, но пусть он будет оригинальный дизайн иметь. Создатель вложил душу, как-то его придумал. Но, в общем-то, старался ради нас, друзья. Не обязательно это стоит каких-то больших денег. Этот нож, в принципе, недорогой для рабочего человека, который работает, молодого парня, мужчины, взрослого. Не составит проблем раз в жизни купить себе хороший нож, даже и пусть он будет дороже, и на всю жизнь ему хватит его. В общем-то. То есть, друзья, вот о чем речь. Почему я вот такое удовольствие получаю от использования ножа? Вот мне в свое время копия-то пришла. Я ее даже день на кармане носил. Я достал, пощелкал, что-то порезал, что-то как-то заточил. И сейчас она, ее мой отец носит, но он не нажимал. Но хотя смотрит мои видео, мы общаемся с ним на все эти темы. Ну, ему хватает копии, ему как бы без разницы. У меня вот даже тупо один день было в паду вот это на кармане носить. Также из Ганза, друзья, я когда-то взял, ну, что-то, чтобы посмотреть как-то больше. Но они все меня разочаровали, и все какого-то восторга, какого-то удовольствия они им на что не приносили. Здесь же нож, друзья, ну, вот чувствуется. И история, и материалы, и создание. Давайте немного по самому ножу. Ну, что по нему рассказывать? Тут спуски у нас, ребят, от двух третей. И они более удачные, чем, опять же, это Enduro 4, это Enduro Flat с прямыми спусками от обуха. Мне вот поинтереснее кажется такой клинок. Плюс он такой более мощный. Не сказать, что прям вот такой мускулистый, как, например, тот же Counterpoint, по большому счету. Но, в принципе, достаточно крепкий. Сочетание прочности, а изучасти, на мой взгляд, нормальное. В общем-то, что еще? Пластик. Вот ФРН мне многие говорили, что надо G10, друзья. Друзья мои, у Cold Steel. Недавно мой друг взял Cold Steel. Товар. Ну, там G10. Также в том году вышла новая модель Cold Steel. Broken School. Ну, кому интересно, посмотрите, в Яндексе найдете. Там G10 на рукояти. А мы все знаем, какие, ребят, клипсы у Cold Steel. Тут еще она разработана, а у новых вообще. Ну, и то есть, друзья, мы имеем наждачку и имеем клипсу, которая прижимает. И карман просто разлетается по этому. В дребезге. Тут же у нас, вот, посмотрите, вот эта вот часть, где клипса прилегает к плашке, она гладкая. Это достаточно удобно, на самом деле. Во все четыре положения приставляется клипса нормально. Замок у нас Backlock. Ну, я думаю, надежности хватит его. В общем-то, механика отличная. Ну, плюс нож не новый все-таки. Покрытие. Ну, конечно, друзья, как говорится, дареному коню зубы не смотрят. Но я бы, наверное, взял бы, если бы новый нож покупал, я бы взял его без покрытия. И все-таки более, ну, не более, то есть, а полностью плейновый. Вот. Но все равно, огромное, конечно, спасибо моему другу. Насечка вот тут к месту, вот прям таким хватом на шуруке хорошо сидит. Рукоять плоская, удобно носить. Опять же, 99% времени мы нож в городе носим. Поэтому, то, что надо, да, ребят. Нож не тяжелый. Лайнеры металлические имеются, в общем-то. Действительно, что надо. Не излишне прочный, не дохлый. Клинок в меру изучен, в меру плотный. Достаточно остается такое, не сказать, что прям деликатное-деликатное. Но замок в меру надежный. В меру, в общем-то, рабочий, удобный. Удобно открывать, складывать, играться. В общем-то, вот, друзья. Поэтому, действительно, от ножа берешь и получаешь удовольствие. Отличный нож, ребят, заслуженно. Уже в рейтингах популярности одно из самых высоких мест занимает на протяжении многих лет. Действительно, оправданно. Я очень рад, что приобщился к данному ножу. Друзья, нож меня порадовал, не разочаровал. В общем-то, и сейчас даже задумываюсь о покупке нового такого ножа. Без покрытия, но с пленовым клинком. Ну, с такими же спусками. Но это еще видно будет, друзья. Ну, и, в общем-то, о чем речь. Если кто-то выбирает какой-то нож. Ну, чтобы вот один нож купить себе, без особых заморочек. Купить себе хороший нож. Ребят, не пожалейте денег. Возьмите что-то брендовое, действительно. Даже если у вас 2-3 тысячи есть, можно... Есть китайская серия. Я не против ножей, которые изготовлены в Китае. Я против спи, жена дизайнов, в общем-то. Вот. Есть серия Бекера, Бака, Серкити. Колт Стилла того же. Ну, достаточно дешевые. 2-3-4-5 тысяч. Они изготовлены в Китае, но поэтому они имеют оригинальный дизайн. Их как-то вот не западло положить на карман, чем нож-то. С пизженным дизайном каким-то. Бездально с пизженным. Какая бы китайская фирма не появлялась бы новая, каждый считает своим долгом взять нож какой-то, взять спайдерка Эндуро, Антайо Ретадин, спайдерка Милитари, парамилитари, парамилитари. И создать нож по своим мотивам. Реплику, свое видение. Вот они прям гениально. Они вложили душу, понимаете. Они аксис пролепили. Все. У них это все их видение. Они усовершенствовали нож. Нифига, друзья. Все это тупо спизжено, тупо бездарно, глупо. А в общем-то, ну, такое вот у меня мнение. Ладно, друзья. Отличный нож. Спасибо моему другу. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам всех благ, всего наилучшего. Спасибо за внимание. И до свидания.